Игровое шоу «Наобум» представляет Чебоксарский филиал Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации. Здравствуйте! Только в русском языке предложение может состоять сразу из пяти глаголов. Например, решили послать сходить купить выпить. Смотрите игровое шоу «Наобум» и вы узнаете много интересных фактов о русском языке. Меня зовут Михаил Морозов. Мы начинаем! Задача игры «Наобум» увеличить словарный запас наших телезрителей и, конечно же, участников шоу с нами сегодня. Представители Чебоксарского филиала Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации. Его такое официальное название. И мне кажется, что у нас сегодня достаточно официальные представители. Хотя пусть они расскажут о себе сами. Здравствуйте! Меня зовут Игорь. Я декан факультета управления экономики Чебоксарского филиала «Ранхикс». Конечно, работа занимает большую часть моего времени, но кроме этого я очень люблю играть в спортивную версию «Что-нибудь и когда». Ну и, разумеется, очень люблю фотографировать. Меня зовут Виктория. Я студентка четвертого курса. С детства я мечтала быть на сцене, и в студенческой жизни я открыла для себя новые возможности. Именно поэтому я руководитель культурно-мастового отдела. Меня зовут Сергей. Я преподаю в нашей Академии дисциплины «Демография», «Экономическая география», «Регионоведение». Да, времени на свободное время мало, но когда время есть, люблю заниматься спортом, люблю туризм, походы, путешествовать. Меня зовут Мария. Я преподаватель кафедры экономики и корпоративного управления. Люблю свою работу и еще люблю готовить. Меня зовут Тимур. Я студент четвертого курса. Я являюсь заместительным председателем студенческого совета. В свободное время я занимаюсь спортом. Это волейбол, баскетбол. Также, как когда-то раньше, я занимался актерским мастерством и заканчивал курсы ведущего. Меня зовут Людмила. Я являюсь старшим преподавателем, веду финансовые дисциплины. Люблю свою работу, потому что я постоянно общаюсь с молодыми людьми, они заряжают энергией и одновременно постоянное саморазвитие. Отдыхать люблю. Езжу на море, загораю звездочкой, купаюсь, плаваю. Ну, как обычный человек. Спасибо. Обещаете, что если вы сегодня выиграете, покажете, как загорать звездочкой? Обещаю. Ну, а теперь самое интересное. Мы расскажем вам о правилах нашей игры. Перед вами необычный предмет. Это бомба. Мы ее заводим и передаем первому участнику нашей игры. Загадываем определенный слог, на который вам нужно будет вспоминать и озвучивать слова. Это обязательно должно быть существительное. Обязательно в единственном числе. Думаем быстро, действуем четко, потому что бомба может взорваться в любой момент и в чьих угодно руках. В чьих руках бомба взрывается, соответственно, выбывает из нашей программы. Ну, а в конце останется только один, единственный победитель. Правила понятны? Да. Отлично. Сразу видно, что преподаватели и студенты все схватывают на лету. Итак, внимание. Самый первый слог и наш первый тур. Это слог. Го. Гора. Начали. Город. Горка. Гол. Голень. Голкипер. Горшок. Гость. Вы сказали мое слово. Ладно. Амриканному можно. Город. Государство. Был, был. Город был вернут. Так. Сейчас. Гонка. Гонка. Государство. Гость. Было? А это было. Такие внимательные. Год. Горе. Гостинка. Городки. И снова. И снова я, и снова у меня дабы. Давай. Мы студенты, мы должны знать эти слова. Какие-то. Боль есть. Глопник. О, хорошо. Год. Голод. Был год ды, а сейчас год ды. Сейчас. Гамбит. Горды. Это гамбит. Два русскому языку. Можно поставить, потом договориться. Нет, два русского языка. Гордыня. Хорошо. Госпожа. Отличное слово. Готовка. Тебе, женщина. Приходится, иначе нельзя. Горня. Господин. Госпожа. Господин. Горобыла. Слушай, очень много слов на гол, если честно, перебрали. Если еще, последние секунды, я чувствую это. И, и, Людмила. Все. На этом завершается первый раунд, а не игра. Ну и, к сожалению, в первом раунде выбываете именно вы, Людмила. На самом деле, не расстраивайтесь. Дело в том, что не с пустыми руками вы уходите. От нас два пригласительных билета в кинотеатр «Три пингвин», который является партнером нашего шоу. Мы вам вручаем. Спасибо. Сходите в кино. Обязательно. И пусть у вас всегда будет хорошее настроение. Спасибо. Давайте поправим. Играла в «Иммагинариум», играла в «Монополию», играла в «Крокодила», в «Активити» и так далее. В «Бомбочку» пока не играла, но, в принципе, очень интересно. И я думаю, мы с друзьями как-нибудь посидим вечером и поиграем в эту игру, и вам тоже советую. Очень интересно. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Салтыкова. Я филолог, кандидат наук и эксперт программы «Наапу». Готова добавить в свой словарный запас новое необычное слово? С удовольствием вам помогу. Перед вами слово «Комьюнике». Как вы думаете, что оно означает? Первый вариант – это маленькая дамская сумка для хранения косметики. А второй вариант – это краткое информационное сообщение о жизни в стране. Победил тот, кто выбрал второй вариант. Здорово, у вас отличное языковое чутье. Пока я готовился к программе, я тоже освоил одно весьма интересное словосочетание. Это «Академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации». У вас, в принципе, это на груди написано «Города». Правильно ли я понимаю, что вы готовите специалистов-управленцев? Да, вы понимаете правильно. Действительно, уже почти 15 лет мы занимаемся тем, что готовим специалистов для государственной и муниципальной службы, ну и для управления вообще, то есть для управления в сфере экономики тоже. Предметы довольно сложные, но у нас очень хорошие преподаватели, и они доходчиво объясняют материал, и тем самым у нас выпускаются высококвалифицированные специалисты в области финансов и государственного и муниципального управления. Правильно, тебе пообещали уже плюс один в экзамене ближайшем? Нет, пока не обещали, я стараюсь. Обещайте, обещайте. Отлично, кем ты видишь себя в будущем? Ну, так как все-таки мое направление все-таки финансовое направление, значит я все-таки и вижу себя в области финансов. Посмотрите на его лицо, возможно перед вами сидит будущий министр финансов Туркмении. Хорошо. Продолжаем? Я, наверное, скажу больше про культурную часть, да? У нас в УЗИ очень много ярких мероприятий. Самые масштабные весенние мероприятия это Мисс Академия и Студенческая Весна. Еще я знаю, что у вас достаточно сильная команда КВН. Да. Среди всех филиалов Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы, они заняли первое место в Гран-при. Они лучшие. Кроме того, дважды побеждали в наших местных лигах, в первой и высшей. В Чубаши, да. Да. И в этом году будут играть в Лиге Столица, ско я знаю. Вот. То есть мы не только, так сказать, почуем на лаврах, да, но и рассчитываем на то, что впереди новые победы. Вот он, сплав образования и активной деятельности студентов. Все, что, собственно говоря, и нужно молодым людям. Мы продолжаем и у нас раунд номер два. Мы снова обращаемся к нашему предмету, к нашей коварной бомбе. Итак, внимание. Мы немного усложняем задание. Сейчас я посмотрю, что же за слог будет. Итак, внимание. Это слог, состоящий из трех букв. Пол. Полис. Начали. Политика. Полка. Половина. Поле. Полдень. Полдник. Полисадник. Нет, палисадник. Палисадник, да. Зикан знает. Просто так не пройдешь. Политика была. Да. Политика была. Политик. Полозья. Полковник. Полиция. Нет такого слова. Нет такого слова. Жалко. Так, что нам вот здесь? Так, сейчас, сейчас, сейчас. Собственно говоря, его, по-моему, еще и никто и не говорит. А можно, чтобы он состоял все из этого слова? Да, пол. Это же слог. Пол. Сейчас уже там операторы начали вам подсказывать. Получка. Ты знаешь, ты получка. Мы не знаем. Полемика. Полк. Поршень. Пор. Пол. Точно, 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 точно. Толдец-то говорит. Да. Без вода. Так. И мы последние секунды. Ну ладно. Кажется, что на самом деле все так легко. На самом деле, когда при тебе приходит эта бомба, ты думаешь, что, как такой-то начинается ступор, и ты не понимаешь, какое слово тебе нужно сказать. Конечно, соперничать с такими преподавателями очень сложно, но все-таки это очень интересный опыт, который мне очень понравился. Сегодня поговорим об ударении сразу в двух словах. Как люш и жалюзи. Эти слова объединяют то, что они французские по происхождению. А значит, и французская манера их произношения им принадлежит. Другими словами, ударение в этих словах нужно ставить на последний слог. Будем запоминать их с помощью стихотворения подсказок. Замотайте горло в плюш, ежели у вас как люш. И очень хороши вблизи, на окошках жалюзи. Недавно я услышал одну очень интересную фразу. Чтобы стать умным, нужно прочитать всего 10 книг. Но вот чтобы найти их, нужно перечитать тысячи. Если перефразировать фразу, то можно сказать, чтобы стать образованным, достаточно закончить один вуз. Но вот чтобы найти его... И в связи с этим у меня вопрос, наверное, к студенту в первую очередь. Как ты, Вика, нашла такой вуз, как Ранхикс? Мне лично посоветовали академию. Мне ее так расхвалили, сказали, что там высококвалифицированные преподаватели. И образование очень ценится. И так я поступила. Хорошо, оправдались ожидания или нет? Да, побывав на практике, два раза уже на учебной и производственной, я поняла, что это очень интересно. Куда ходила на практику? На учебно-ознакомительную практику я ходила в администрацию Московского района. А на производственную практику я ходила в администрацию главы Чувашской республики. Ну, у меня вот вопрос, наверное, к преподавателям. Любой или школьник может стать вашим студентом? И вообще, кто может стать студентом Ранхикс? Ну, конечно же, не любой. Абсолютно любой человек не может быть госслужащим. Но если молодой человек чувствует в себе желание служить государству, быть полезным своему отечеству именно на госслужбе, то, безусловно, никаких проблем у него при поступлении не будет. Отлично. Хочу пожелать всем будущим студентам Чифран Хикс удач при поступлении. Но мы переходим к третьему раунду нашей игры. И, внимание, сейчас мы немного меняем задание. Если раньше слог был в начале слова, то теперь он должен быть в середине этого слова. Ри-ку-ри-ца. Начали! Курильщик. Карина. Карина – это имя. Брит. Крик. Корица. Бридж. Скрип. Бригантина. Скрипка. Вариант. Приказ. Вика разогналась. Олистость. Ого. Кабриолет. Сильные игроки дошли до этого раунда. Я напоминаю, может не подсказывать. Я напоминаю, что это декан. Турист. Турист. Ничего страшного. Так. Вика. Я не могу. Очень хорошо шла по этому раунду. Я чувствую, что это последние секунды. Да. Ри в середине. Вспоминаются все слова, когда ты выходишь уже из этого стола, и у тебя просто, на тебя наплывает поток слов с этим слогом. Ты не можешь остановить эти мысли. Продолжаем изучать русский язык. И сегодня поговорим о плеоназмах. Это лишние слова, которые не добавляют к сказанному новый смысл. Разумеется, эти слова излишни. И лучше их не употреблять. Если мы скажем «Карлсон вернулся», то добавлять слово «назад» уже не стоит, так как в самом глаголе «вернулся» уже заложено это значение. Приведу другие примеры. Свободная вакансия. Или памятный сувенир. Моя автобиография. Приз-курант-цен. Уверена, вы тоже можете привести примеры плеоназмов. И с этого момента перестанете добавлять похожие по смыслу слова к уже имеющимся. Это шоу на ОБУМ. Мы продолжаем. И напоминаю, что у нас сегодня, с нами сегодня, играют студенты и преподаватели чебоксарского филиала Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации. Спасибо вашим футболкам за то, что они подсказывают мне такое длинное название вашего вуза. Ну и поскольку действительно мы говорим о высшем учебном заведении, наверняка у многих тех, кто сидят сейчас перед телевизором, вопрос застыл. Конечно же, вот они вузы, поступить туда сложно, учиться дорого. В отличие от остальных вузов Чувашии, которые готовят по направлению государственное и муниципальное управление, у нас есть бюджетные места. Причем уже третий год они нам выделяются. Ну, в общем, растем в этом отношении. У нас 20 бюджетных мест по направлению государственное и муниципальное управление очно и 10 мест по экономике заочно. Соответственно, прием на общих основаниях по результатам единого государственного экзамена. Любой человек, который сдавал ЕГЭ, имеет право, возможность поступить и учиться за счет средств бюджета и даже стипендию получать. Ну а если человек все-таки учится платно? Ну, если, опять же, сравнивать с стоимостью обучения в дружественных нам соседних вузах, то стоимость несколько ниже. Это касается и дневного обучения, и заочного. Кроме того, в этом году мы вводим практику скидок. Тут главное, важно понимать, что высшее образование – это инвестиции в свое будущее. Совершенно верно. Отлично. Ну и вот продолжая тему учебы, выпускников, может быть, наверняка, так же, как и в каждом солидном вузе, есть выпускники, которых знают все. Это и работники муниципального уровня, практически главы всех районов Чувашской республики. Это и государственные служащие, работающие в органах исполнительной власти, скажем, министры Чувашской республики, заместители министров или, например, военный комиссар Чувашской республики. Пример этих людей, я думаю, должен говорить о серьезности того образования, которое мы даем, и серьезности перспектив, которые имеют наши студенты. Присоединяйтесь к дружной, могучей команде выпускников чебоксарского филиала «Ранхикс». Ну, а мы присоединяемся к команде полуфиналистов. Итак, у нас был слог в начале, у нас был слог в середине, и я думаю, что вы уже догадались, что сейчас слог перемещается в конец слова. Все правильно. Итак, этот слог «Орр», «Авиатор». Начали! «Конкистадор». Ух ты! «Навигатор». «Главиатор». «Прести-дижитатор». «Затор». «Координатор». «Мусор». Это не «Вы». «Экспедитор». «Забор». Разогнались достойные полуфинала. «Простор». «Родной». «Набор». «Чего-то». «Перебор». «Раствор». «Что-нибудь вкусного». «Недобор». «Собор». «Собор». «Вор». Опять же, не «Вы». «Ор». «Вор были?» «Ну, конечно». «Чего бы и нет». «Модератор». «Модератор». «Так, модератор». «Ликвидатор». 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 «Мотор». «Мотор». Когда сидишь за столом, все равно ощущается какое-то волнение. А когда уже выходишь из-за стола, вспоминаешь и про Мухомора, и про губернатора. Столько разных слов уже в голове, но, к сожалению, главное не победа главного части. Шиворот на выворот – так говорят, когда человек сделал что-то не так и все перепутал. Сейчас это вполне безобидное выражение, а когда-то давно оно связывалось с позорным наказанием. Во времена Ивана Грозного, провинившегося боярина, который сделал что-то не так, сажали задом наперед на лошадь, ему выворачивали одежду и в таком виде опозоренного возили по городу под свисты на смешке уличной толпы. Вот такой вот занимательный факт. Ну и поскольку заговорили об истории, любое достижение – это, конечно же, история. Поэтому хочется спросить вас, какие достижения есть у ВУЗа? Достижением является само то название, которое написано у меня на груди. Дело в том, что мы возникли, как я уже говорил, 40 лет назад, как филиала Волговятской академии государственного управления. И многие знают, в принципе, именно то. С 2011 года, да, приобрели вот это новое название в связи с реорганизацией. То есть при сохранении всего того хорошего, что было накоплено за годы существования Волговятки, был добавлен еще новый статус при президенте Российской Федерации. Сейчас, в финале, слог может быть универсальным. Вы можете ставить его как в начале слова, так и в конец слова. И этот слог... А в середине можно? Можно и в середине, если у вас получится это. Ух, петух! Поехали! Лопух! Не вы! Пастух! Не вы! Можно бросать, чтобы экономить время. Ну, хорошо. Ухват! Ухат! Триух! Ухажер! Ух, в начале или ух, в конце или в середине. Ух! Последние секунды. И... Внимание! Увы. Увы и ух. Если перефразировать известную фразу, да? Слушайте, ну вот оно. Вот оно действительно неподстроенное действие здесь в нашем шоу наобум. Казалось бы, преподаватель, декан, сотрудник и начальник. Но никаких подстав, друзья. Здесь все по-честному. Здесь действительно на знание русского языка и на словарный запас. Я думаю, что результат получился именно такой, какой должен быть. Было бы неправильно выигрывать у Сергея Борисовича. Сергей, ну что, мы вас поздравляем. Вы действительно стали победителем. И пришло время раздачи призов, подарков. Во-первых, два пригласительных билета в кинотеатр. Три пингвина вам достаются. Ну и главный приз, практически супер-приз нашей игры. Вот такая вот электронная книга или ридер. От компании «Бизнес Диалог» достается вам. Сергей, я вас поздравляю. Спасибо. Компания «Бизнес Диалог» развивает и оценивает персонал. Благодаря «Бизнес Диалогу» обучение и даже оценка персонала становятся интересными, тонизирующими событиями в жизни организации. В «Бизнес Диалоге» сотрудники учатся писать зловые письма, вести переговоры, презентации, побеждать оппонентов. А процедура аттестации проходит в формате деловой игры и вовсе не является стрессом. Выбирайте программу и обучайтесь с удовольствием. Ну и, конечно же, мы не можем вас отпустить просто так. Нам нужны ваши эмоции, нужны ваши впечатления. Как вам игра? Вы знаете, честно говоря, давно не участвовал в подобных мероприятиях. Это маленькая такая дрожь, все равно как-то это соревнование. А ощутили себя по другую сторону, когда студенты перед вами сидят волнуются. Да, стыдно было, скажем так, проиграть студентам, честное слово. Потом бы прямо с укорами на меня смотрели. Но, с другой стороны, если бы кто-то из моих студентов выиграл, знаете, я, честно говоря, внутри был бы рад. Потому что любой преподаватель всегда радует, если его студент, его ученик его в чем-то обойдет. Скажите, а хорошо было обойти начальника? Вот здесь вопрос непонятный, мне еще там работать вместе с ним. Уважаемые телезрители, если у вас большой словарный запас, если вы готовы отважиться на такое безумное приключение, как игра на альбом, звоните и приходите к нам. У нас для вас тоже есть призы. И пусть вашей грамотной речи ничто, никто и никогда не мешают. Сибироновский, Капиона Оланды. Капиона Оланды. 1988 и 2012. Да! В этом году. Давай. Который, все, да? Говорит. Вон он, 6 тысяч голланд. Молговод давай. Вон он, 6 тысяч голландцы пишут в ходу от стадиона. Давай, давай. Хай. Холланд. 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 Холланд, да? Холланд. Вы будете мироваться или нет? Я не могу решить так быстро. Мироваться! Окей, окей. Коман. Все. Давайте, начнем. Дай. Известный русский писатель Александр Куприн говорил, русский язык в умелых руках и в опытных устах. Красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен. Читайте книги. Смотрите игровое шоу на Абум. До новых встреч. КОНЕЦ 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 Хочешь больше? Участвуй в постоянных розыгрышах и акциях. Три пингвина в торговом центре Мадагаскар. Смотри, не пропусти. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...